Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Stranded Alien Dawn, и в прошлой серии мы изучили консервацию, делаем потихонечку запасы еды на зиму, которые не будут портиться, так быстро добавим немного, еще вот только что изучились солнечные панели, и нам наверное надо... Надо изучить броню, ну вот эту вот, вегетарианскую броню, как и я ее называю Только вот вопрос, изучить ли нам сначала продвинутый исследовательский стол, а потом броню, чтобы быстрее она изучалась и все остальные технологии Или сначала броню и начинать потихонечку ее крафтить, потому что это какая-никакая, но более теплая одежда, которую мы без проблем можем крафтить Ведь у нас есть доступ к вот этой вот вегетарианской коже, растительной коже, кожзаму, как ребята предлагают называть Потому что у нас нет возможности делать простую ткань При нашей генерации карты нам не повезло, и у нас нет поблизости растений типа хлопка, которые как раз позволяют крафтить ткань У нас они есть... Давайте я сейчас медленно пройдусь Медленно пройдусь Все дальше И дальше И вот они аж здесь Сюда по-моему только сутки идти, а потом надо изучать, еще будет один день И только потом мы наверное сможем их выращивать, то есть они очень далеко от нас И это нужно будет сделать рано или поздно, но мы пока не готовы к такому долгому путешествию У нас просто нервные срывы будут постоянные, мы не сможем так просто дойти и изучить Вот, поэтому нам надо чем-то заменить теплую одежду, да, на которую на всю На свитер нужно 30 ткани На шубы нужно по 20 ткани На теплые штаны нужно по 20 ткани На ботинки нужно по 10 ткани И на теплые шапки зимние тоже нужно по 10 ткани У нас есть, если посмотреть вот сюда, мы видим в разделе фабрикс У нас есть 5 просто ткани, да, это ту, которую мы можем крафтить из растительного волокна или из обрывков ткани И у нас есть синтетический текстиль 109 штук Это вся единственная наша ткань и все, больше у нас других вариантов нет Этот синтетический текстиль мы получили из обломков, из нашей спасательной капсулы Может быть из каких-то других обломков получили тоже немного, я уже не помню Но это тот, который прилетел вместе с нами на эту планету И мы опять же можем, наверное, его получить при дальнейшем скаунжинге, сальважинге Ну, в общем, вот этих вот обломков Но это опять же рандом, большой рандом И самый лучший вариант это все-таки вот эта кожа Поэтому мы, наверное, поставим здесь бесконечное производство кожи Будем всю перерабатывать, вот эту растительную И потом, когда изучится Сама эта броня, будем делать эту броню Она вроде дает небольшую защиту от холода По-моему, некоторые части этой брони даже защиту от жары чуть-чуть дают, маленькую Вот, это в целом неплохой такой вариант Но, наверное, давайте мы Все же первым делом исследуем новый стол И пока стол будет исследоваться На него нужно будет по 20 энергии Ну, там, сколько? В секунду, в минуту, в день, в час Я не знаю, как тут расход идет, не уверен Мы добавим Еще ветряк И так как мы изучили солнечные панели В качестве, опять же, дополнительного источника энергии Мы добавим еще солнечных панелей пару штук Потому что ветряки, опять же, не всегда работают в полную силу А так хотя бы дополнительная энергия будет от панелей идти И скопируем, построим еще батарею, наверное, одну сюда Чтобы запас в целом энергии был побольше Вот В холодильнике давайте мы еще настроим Чтобы мы не носили сюда овощи И не носили сюда У нас там сироп какой-то есть Вот из Отсюда мы можем получать А, кстати, мы сироп Или мы такие А Я что-то подумал, что он накапливается вот в этих трубах И мы Может быть, даже само растение не собираем Ну, наверное, собираем Наверное, собираем Что-то я не знаю, что у меня мысль такая пошла Ну, скорее всего, да И мы, наверное, можем собрать оставшуюся тыкву У нас первый снег уже идет Холодает Нам еще надо вот эти растения исследовать Но пока Пока не до них Вот эти тоже надо исследовать Это тоже, по-моему, то ли еда То ли бухло из вот этой типа кукурузы можно делать Ну, да Мы пока харвистим все, что можно тут похарвистить нам на зиму А потом, если что Если зимой еды будет не хватать То Мы будем мясом питаться Да Еще ребята переживали в прошлых сериях Что крыша у меня не достроена Давайте мы Проверим крышу Вот так она включается Крыша Как я понял Многих смутила вот эта вот часть Но она отлично достроена была То есть крыша у нас есть везде С крышей проблем нет Еще переживали ребята Из-за того, что у нас Молнииотводы вот эту вот часть Не покрывают Вот эти огороды Но эти огороды у нас Ну, не то чтобы сильно важны Ну, и я думаю, зимой у нас молний не будет Поэтому пока мы новые молнииотводы строить не станем Но в принципе можно Да, они довольно много энергии вырабатывают И поэтому Вполне полезны Но со временем Со временем Давайте отключим крышу Да, и мы можем освещение тоже Многие ребята переживают По поводу освещения В отличие от Римворлда Здесь освещение не настолько важно Но нужно Оно Когда в темноте Да, мы там штраф По-моему Минус 6 От темноты получаем Вот Но у нас жаловались люди Только когда Лечили вот здесь В темноте А так И то Недолго А так вроде проблем Никаких Нет А в Римворлде Скорость крафта Там замедлялась По-моему А здесь Здесь Не замедляется Вообще Знаете как я сделаю С вот этой лампой Я во всяком случае Проверял на исследовании Ну Насколько это можно было проверить Когда вот у нас В позапрошлой серии Кажется Молнииотводы мы изучали У них скорость изучения Максимально 3 часа Да Тут у нас только Максимум написано И мы их изучили За 2 или за 2,5 часа Всего лишь Поэтому То есть Ну Разница Ну как бы Большой прямо Сильно Свет Особо не играет Да и в принципе Нервные срывы Тоже по-моему Не такие страшные Как в Римворлде Более казуальная игра В целом Получается у нас И да Ребята еще писали В комментариях По поводу Ударов Молнии Стоп Я что-то А да Правильно Надо вот сюда нажать И деконстрактим Вот эту вот часть Ребята писали По поводу Ударов молнии Получается У одного из зрителей Молния попала В одного из выживших И он всего лишь На 3 дня Прилег в больничку С надписью Что вот Если еще раз Попадет по нему Молния То тогда он уже умрет Поэтому Ну так Довольно казуально В целом Что так Квин у нас Заработался 2 часа ночи А он все Строил и строил Строил и строил Мы его спать Отправим Он есть Не очень хочет И да Надо им Кровати поменять Надо бы сейчас Рокировку по кроватям Вообще сделать В целом Я думаю Наверное Сразу переставим Посмотрим И давайте Вроде бы Я все Рассказал По большому счету Что хотел И все Мы тут наметили А только Вот эту лампу Отменим Да Я хочу Перестроить Наверное Сразу Мы Стол поставим К камину Да Наверное Поставим К минус Стол Поближе Здесь у нас В любом случае Будет морозилка Что за Звуки Странные Ветер Типа сильный Такой Может Быть Не знаю Так Это мы можем Закрыть Метеоритный Дождь Метеоритный Дождь В целом Это хорошо Потому что Он Позволит Нам Собрать Еще больше Руды Метеориты Которые Падают Они Приносят С собой Руду Это хорошо Для нас Так Я хочу Чтоб Здесь у нас Только Крафтовые Материалы Лежали Не крафтовые А строительные Материалы Лежали Пост Пост И здесь Еще Вот здесь У нас Крыша Есть Мы тут Тоже Добавим С Теми же Настройками Только Строительные Материалы Чтобы Здесь Лежали На улице 0 градусов Прохладненько Котина У нас По-моему Вообще В майке В одной Ходит Да Но До Одного Градуса Норм Ей Типа Сейчас Два На улице Вот у нас Руда Лишь бы Лишь бы На нас Не упала Тогда Все нормально Будет Если По нам Не попадет По нашим Строениям Или по нашим Персонажам То Метеорит На этот Дождь Нам Только В Плюс Только На пользу Будет Так Лампы Достроить Осталось А И давайте 38 Агрессивных Животных Сейчас Сейчас О Мы можем Так Поставить Стулья Да Прикольно Будет Ближе Или Дальше К огню Наверное Ближе Поставим Тем более Сейчас Зима Холодно Вот так И Как раз Лампу Над Столом Повесим Ага Симметрично Повесить Не получится К сожалению Ладно Тогда повесим Ее Вот таким Вот Образом Ну и Кена Мы отправим Сейчас Отстреливать Этих Животных Поэтому Да Бросай Кен Все Что Ты Там Делаешь Надеюсь Ты Там Не Сильно Голодный Нормально Немного Я Опять Пытается Успокоить Прикольно Прикольно Такого У нас Еще Не Было По Моему Чтобы Кто-то Кого-то Пытался Угомонить Пару Насекомых Идет К нам Всем порядок Квин Сейчас Поест Стоя Потому что Он Вместо Того Чтоб Переносить Стулья Билых Давай Немного Отступим Они Теперь Отступают Так Теперь Ремилин Может Психануть Промах Вот Стрельба В темноте Хуже Становится Это Да Особенно У тех У кого Навык Боя Низкий Еще Четырнадцать Животных Кен Еще Немного В идеале Это тебе Всего Лишь Четырнадцать Выстрелов Может Быть Чуть Чуточку Больше Будет Прям Решили Да Они Пока В атаку Не идут Пока Они Типа Только Собираются То Они Отступают И Не Преследуют Нападающих Тех Кто В контратаку Пошел Нам Это Конечно На руку Так Проще Отбиваться Пока Что Но Дальше Там Конечно Мы Турели Киллбоксы Построим Все дела Обязательно Обязательно Все будет Как в лучших Домах Рим Ворлда Три Давай Два Промах Я Вижу Вот Второго Но Не вижу Третьего Еще Один А Вот он Вот он Все Он Довольно Счастлив Мясо Мы с них Наверное Собирать Не будем Пока В принципе Можно его Отправить Поесть Давай Мясной Супчик Ты заслужил В целом Пока Пока Норм Ой Эмилин Учится Стрелять Квин Снегевика Уже Сделал Отлично Крут Проводит Время Доволен Своей Жизнью Давайте Включаем Скорость У них Сейчас Время Отдыха Давайте Может быть Немножко Им Не Активность А Расписание Подрихтуем Может быть Мы Сделаем Время Для Отдыха Вот Так А тут Сразу Работу Посмотрим А Да Кровати Я хотел Попробовать Попереставлять Еще Кровати Эмилин Уже Заинтересована В Квин Квин В другой Комнате Правда Спит С Котиной И Да Он По прежнему Заинтересован В Эмилин Это Хорошо Ща Надо Рокировку Сделать Не Забыть Как Только Все Проснутся С Этого Мы Начнем Так Меняем Значит Это Кровать Кеном Будет Это Кровать Квина Будет Да И Наверное Небольшую Рокировку Сделаем Здесь Я даже Не знаю Как тут Обогреватель Лучше Поставить Наверное Я вот Так Вот Поставлю Не Здесь Вот Так Сейчас Перенесем Обогреватель И Потом Сдвинем Кровати И эти И эти Тоже Так И вот Так Вот И у нас Тут есть Место Для Холодильника В принципе Сюда Тоже Можно Что-то Поставить Типа Кресло Какого Нибудь А А Да Мы Можем Сделать Еще Дополнительные Сушилка Для мяса Нам пока Что Не надо Ни кожу Да Ни мяса Особо У нас Не собирается Мясо Насекомых Я не уверен Сушится Здесь Или нет Иконка Здесь Другая Оно Даже Если Сушится Оно У нас Я Я Я Не пойду Бучерить Вот это Вот Все Мясо Пожалуй У нас У Кена Другие Занятия Все же В приоритете Пока что Так вот Мы можем Построить Столб Для битья Который Тоже Развлечение Создает Здесь Кожа Нужна Мы можем Даже Их Несколько Построить Может быть Сколько Тут У нас Раз Два Три Раз Два Три Нет У нас Все-таки Время Для отдыха Общее У всех Идет Давайте На улице Наверное Пока не Ладно Пока один Будет Столб Для битья И Наверное Кресло Да У нас Вот это Все Наши Развлечения Которые У нас Есть На данный Момент Кресло Ткани Или Кожа Кресло Уже Обручились У Катины Грустное Блуждание Давайте Посмотрим Да Так Как все Будет Ну не то Чтобы у нас Тут есть Какое-то Чудесное Место Ну кстати Возле Снеговика Вот так Может быть Так Слишком Криво Выходит Не Нормально Нормально Я думаю Это и хватит Нам Хорошо Да Все конечно Чудесно Мы Изучили Еще Продвинутый Этот Крафтовый Станок Слишком Большая Скорость У нас Слишком Много Всего Происходит Я Совсем Не Успеваю Нам Надо Уничтожить Старый Квин Занимается Строительством Хорошо Разбери Наверное Этот стол Иди Пожалуй Спать Да Молодец Молодец Все И они Получают Бонус От Того Что Спят Со Своим Любимым И они Кстати Сейчас Теперь Уже Получают Бонус От Просторной Просторной Спальни А у Этих Типа Общага Считается Это Не Считается Полноценной Спальней Так как Они Не Пара Минус 28 С Кеном Минус 30 С Котиной С Котиной Ну Может Быть Что-то У них Еще Получится Я на Это Надеюсь Я на Это Надеюсь Так Да Скорость Сейчас Врубаем Побольше И Да Первым делом Нам надо Построить Исследовательский Стол А то все Затягивается С этой Свадьбой Отвлекаемся От самых Важных Дел От теплой Одежды Хотя бы Какой-то Но теплая Одежда Нам она Обязательно Нужна Так Квин пошел Строить Первым делом Арку Хорошо Готово Арка Есть Ждем Назначение Этого Свадьбы Когда там Они выберут Дату Так И можем Выбрать Теперь исследование У нас С энергии Порядок 20 энергии Будет тратиться В идеале На ночь Отключать Исследовательский Стол Ну можно Чтобы экономить Чтобы более Эффективно было Но у нас вроде Энергии собираться Будет достаточно Должно Собираться достаточно Поэтому Посмотрим Я надеюсь Что все будет Хорошо В плане Энергии Все Эти собирают Овощи Пока что Мясо Ходит Прямо Под этим Что там Шестерку В крафте Эмилин Шарится Эмилин Нет Взаимодействий С аркой Пока никаких Нет у нас Как бы Им Свадьбу То назначить Котина Бездельничает Что у нас Время Кстати Нет Время Не для Бездельничания У нас Еще Рано Бездельничать Давайте Мы А может Быть Кстати Вот эту Руду Пособираем Которая Упала Где у нас Тут еще Были Камни Тоже Можно Пособирать Так Из Камней Мы потом Цемент Можем Делать И Бетонный Себе Организовать Дом Так Эксплорейшн Пока Отменяется У нас Эксплорер Он Только Вот По-моему Один Кто у нас Где-то Посмотреть Черты Его Вот Здесь Да Это у нас Лучший Эксплорер Так сложилось Что у нас Исследователь И строитель Поэтому Пока что Все Не получится О Новый ресурс Мы Собрали Урожай Наконец-то Этих Самых Урожай Собрали Говорю Консервация Доготовилась Урожай Консерв Почти Почти И нам Теперь надо Выключить Консервацию Из Готовки Чтобы мы Ее не Расходовали И поставить Чтобы она Хранилась Здесь Во В холодильнике Консервация Будет Храниться Бесконечно Это Хорошо Все Исчезло Когда Свадьба Квин Харе спать Давай Это Свадьбу Играть Уже Что-то Эмилин Готовит И готовит К свадьбе Готовится Может Я надеюсь Ну У нас Уже Довольно Уютненько Тут Стало По-моему Склад Забивается Но мы Сейчас Часть Тыквы Из Расходуем Еще Одно Гнездо Насекомых Где Мы Вообще А Ну Тут Как раз По дороге К Вот этим Нашим Растениям Хлопковым Да Где-то В той Стороне И оттуда Насекомые На нас будут Нападать Насколько Я понимаю Со временем Может Быть Не сразу О Тут Драка Драка Так Соточка Консервации У нас Уже Готова Сколько У нас 240 Есть Уже Этого Кожзама Что Что Сколько Только что Выскочило Что Что Может Свадьба Пора О Катюха Мерзнет Катюха Уже Мерзнет Сколько Там На улице Минус Один Да Нормально А у нее Выше Выше Одного Да Не очень Нормально Это еще Пока Типа Не зима Далеко Не зима Ох Нам бы Быстрее Исследовать Броню Эту Сделать Хотя Немного Мы можем Конечно На остаток Ткани Сделать Какую Нибудь Там Шапку Или Что Нибудь Такое На что Немного Нужно Именно Ткани Можно Можно Конечно Попробовать Но Вот Сейчас Котина У камина Погреется Котина Греется У камина И пошла Снова На улицу О О О О Свадебка Квин Приглашает Нас На свадьбу Завтра Собираемся В 7 часов У Свадебной Арки Или сегодня Когда это Может быть и сегодня Хорошо Ждем Я согласен Давай В 7 Наверное В ближайших 7 Хорошо Хорошо Что там Агрессивные Животные У нас Свадьба Какие Животные Агрессивные Ничто Не помешает Нашей Свадьбе Я надеюсь По-моему Должно быть Еще Сообщение Что типа Пора На свадьбу Да Да Свадьба Давайте мы Наверняка Чтобы никто Не пропустил Свадьбу Всех Приведем Сразу Сюда Андрафт И давайте Включим Скорость Поменьше Так Что там У нас Эмилин Квин Так Давайте Посмотрим Пока Что Жених И невеста Собираются Для церемонии Ага Мы все Собрались Что надо Нажать Может быть Что-то Сделать Может быть Надо По идее Нет Ждем Ждем Мы все Собрались Мы готовы Пора Снеговик Даже С нами Свадьба На морозе Ну Не Ну они Никуда Не уходят Типа О О Да 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 О Все Стрессует И оба Стрессуют Окей Окей Обмениваются Клятвами Так Все Стрессуют Тут Окей Все Отдыхают Камеры Комета Там Падает Какая-то Ну Это На фоне Там За Карты Все Происходит Там Даже Когда На паузу Нажимаешь Что Они Там Все Равно Летают Что Ты Головой Там Мотыляешь Давай Соглашайся И Все И Расходимся Спать Пора О Есть Контакт Получено Достижение Я Согласен Я Согласна И Они Теперь Муж и Жена Уже Отлично Давайте Посмотрим Кучу Настроения Получили Да За то Что Они Присутствовали На свадьбе И Катина И Катина И так В катарсе У всех Короче Хорошее настроение Кенну Можно Настроение Пойти Еще Улучшить Пойти Поубивать А он Пошел Отдыхать Смотрите Какой Какой-то Пластмассовенький Немного Тем временем Животные Уже Нападают Кажется Пора Пора Защищаться Медленно Идут Себе Такие Эти Агрессивные Животные Так Кен Давай Отстреливай У кого У нас У Эмилин Винтовка Оглушающая Так Хорошо Стреляют Давайте В этого Наверное Ой-ой-ой Что-то Стремный Такой Оказался Ого Зверю Зверюга Давай Давай сюда Немного Оглушили Так Отходим Зверюги Тут такие Серьезные Конечно Но медленные Оп Отходим Тихо Тихо Квин Убегай 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 Так Кен Потихонечку Стреляет Сюда Наверное Вот так 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 Отлично Котина Троечку В бою Взяла Все Андрафт Всех Пошли Тут Наверное Мяско Можно и Пособирать Будет Мясо И здесь Тоже Только Мясо Насекомых О Кстати Да Вот из этих Животных Идет Мясо Именно Красное Как Там На картинке Которое Можно Сушить А из Этих Мясо Насекомых Идет Ок Ладно В любом Случа Пусть Занимаются Все Пока Что Чем Хотят Я Наверное Поставлю Бутчеринг Здесь На всех Ой Хант Не Хант Подождите Канц Лордерс Бутчеринг С тобой Точно Ничего Не надо Делать Они Реально Такие Довольно Толстые Я Даже Не знаю Как В одиночку Охотиться На них Если Они Будут Нападать Так Давайте Посмотрим Как у них Тут Бонус Не Увеличивается От Сна С Любимым Человеком Все Настроение У всех Прекрасное Минус 30 Отношения Скотиной С Квином Минус 33 Да Стоп Стоп Мы Нет Еще Чуть Чуть И потом Что Вот это Пришлось Откуда Вы тут Все Взялись Так Кен Кажется Тут Мясо К нам Пришло О Кстати Вот на них Охотятся Да О Отлично Так Мы Нажимаем На паузу Теперь Наверное Вот сюда И Ставим В очередь 4 Брони 4 Пара Штанов Ботинок И Шлема Здесь Ничего Розового Нет К сожалению Но Ничего Так Кен Подожди Тут Наверное Еще Вот это Придет И Будет Жрать Наш Урожай Нехорошо А Бутчеринг Стоит У него Включенный Кен Подожди Мы Наверное Пойдем Их Забутчерим Все Так Быстренько Ты Ты У нас Все Так Как Главный Охотник Хочется Конечно Распределить Исследовательскую Работу С Крафтом И Эту Охоту С Не с Крафтом Исследовательскую Работу Со строителем Которая у нас У Квина И Крафт С Охотой И со Скавенджингом Желательно На разных Людей Назначить Тоже Потому что Пока Да Пока не очень Тут как-то Мы справляемся Ребята Говорили Что мы Но новые Жители К нам Будут По одному Раз в год Приходить Что уже Хорошо У нас Первый год Вроде как Заканчивается Все Стой Теперь Мы Я надеюсь Только Займемся Крафтом Нам надо Срочно Крафтить Зимнюю одежду Зима уже Началась По большому счету Ну вот уже Самый конец Осени Подождите Этот получил Бонус От просторной Нет Не этот От просторной Комнаты У Эмилин Ну этим Да Пока они Пары не станут Походу И Они Не тревожатся То есть Да Когда Когда Это считается Одной Спальна Короче Не тревожат Сон Походу Может Просто так Повезло Может там Не всегда Штраф На Тревожный Сон Идет Когда Кто-то Что-то В комнату Заходит Или что-то Делает Рядом Может Или не всегда Или просто Действительно Они Тревожить Друг друга Не будут Ну как бы Любимая Да Когда уже К любимой Заходишь В комнату И она Спит Ты уже Не будешь Там Шуметь Все правильно Все логично Так Разочаровалась В Тренировках Кена Котина Копает Потихонечку Бонусы От Свадьбы Еще Остались Тут Конечно Крафтить Мы будем Долго Сколько Там На улице Минус Четыре А Котина Пока В майке Ходит По-прежнему А Тут У нас Еще Надо Разделать Одно Животное Блин Небольшой Запас Мяса Теперь Есть Зато Так Как у нас Да Мы же Ничего не исследуем Поехали дальше Холодильник Исследовать Вон Холодильник Наверное Может быть Что-нибудь Поставим Турели Да 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 Потом Можно Какие-то Музыкальные Инструменты Попробовать Может быть Улучшенные Солнечные Панели Будет Полезно У нас Вытяжки Есть Ну Типа Воздухоотводы Такие Кондиционер Но Что там Простуда Это плохо Попробуй Не чихать На 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 Других Болеет Ты Ты Из дома Не выходишь У тебя Здесь Что 13 Градусов У тебя Комфортная Температура Вот здесь У нас Да До Минус Четырех У нас На улице Даже Ноль Сейчас Ну Что Ты Заболел Ладно Вот там Дамы Наши Ходят Бродят Надо Их Домой Быстрее Возвращать Все Пусть Дома Развлекаются Эмилин 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 Ну Идет Готовить Выйти Ненадолго Забрать Еду Для готовки В принципе Можно Кейв Двеллер Получила Как Получила Так И Так Оно И пропало Ладно Так Снеговика Пошла Делать Как тут Процесс Идет Пока Непонятно Надо Наверное А Кен Уже Возвращается Дальше Крафтить Тоже Простуда Ща Все Короче Заболеют Может Котина Вылечить Простуду Как-то Помочь Чему Наверное Не может Ничего Такого Нет Ну Все Ща Все Переболеют Новая Консервация Уже Готова Отлично И мы Морозилку Изучили Котина Возвращайся Да Спать Быстрее А Еще Не изучили 5% Осталось Еще 10 Руды Хорошо Эмилинс Квин Квиннам Конечно Будут Довольны Все Время Теперь Ммм Так Уууууууууу Морозилка Отлично Котина Там Руду Заносит Не Констракт О Есть Первая Одежда Давайте Мы Котине Выдадим Как раз так до сюда идет защита от холода будет уже 8 но у нее в принципе на 4 и так есть ладно давайте выдадим и эмилин наверное оденется вот этот вот жакетик чуть-чуть получше будет у всех до простуда и пошла копать ой-ой-ой собирать ресурсы там уже все выкопано чем вас дома можно занять таким интересным я даже не знаю о броня конечно так и не скажешь что у нее целых 8 защита от холода например у у меховой куртки у шубы фактически да всего лишь 10 защита от холода а тут какая-то какой-то жилетик такой без рукавов но тут уже минус 3 хорошо минус 3 здесь минус 2 может быть кин а у кена смотрите да уже рвется все ну тут мы как раз заменим крафтинг у него скоро семерочка мы в принципе чё раз в день делаем один нагрудничек такой кажется что да может быть после того как скрафтим этот нагрудник мы поставим шапки сделать всем наверно да это будет быстрее немножко и у нас только у одной по моему а нет одна шапка у кого-то была что там не хватает материалов для холодильника электроники разве ну ладно котина там вообще промерзает походу все равно нет нет только болезнь так вообще никаких бонусов нет у нее как будто бы что там у нас а она пошла лечить походу все да мы мы вы простуда закончилась у нас у всех порядок порядок насчет электроники мы можем продолжать демонтаж обломков в надежде что получим электронику ну или можем исследовать крафт электроники наверное вот так вот давайте мы сделаем мы можем отменить да прогресс остается давайте крафт электроники изучим и скрафтим себе одну штучку доделаем морозилку нам пока она не к спеху у нас есть тут место для хранения и там наверно будем только мясо хранить что ли не знаю посмотрим все хотя бы уже немножко легче стало хотя бы с одной курткой до минус четырех мы подняли защиту от холода и сейчас еще одна куртка будет готова минус два минус три вся одежда уже портится но мы как раз вот этой броней мы практически все слоты закрываем и у нас нет проблем с самой этой тканью у нас здесь можно урожай собрать здесь можно урожай собрать и нам этого хватит достаточно надолго ну и все вот это как только весна там наступит расти начнет и будет порядок я думаю так да и давай 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 и есть контакт шутят по поводу вайт лифтинга по поводу поднятия тяжестей давайте сделаем вот так еще одна броня и мы ее нацепим все таки вместо этого жилетика для эмилин и уже минус шесть у нее хорошо шапку катине выдаем а потом уже эмилин и остальным эти двое все равно у нас в доме все время сидят дамы занимаются поднятием тяжестей да кен до семерки крафтинг поднял уже шапки довольно быстро крафтятся мы сейчас за этот день может быть даже две штуки успеем сделать было бы прикольным надо было наверное с них начинать сколько они дают еще раз целых шесть защиты от холода вот в целом весьма недурно котина бездельничает уже все выкопали все перенесли да вот это поворот вот это поворот ну мы можем немного древесины запасти единственное что наверное пойди-ка ты лучше поразвлекайся немного и сейчас шапку хотя бы мы тебе нацепим о плюс восемнадцать за битье получила так во кейв двейлера она и здесь получает на улице интересно 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 давайте мы здесь паркет постелем ой давайте посмотрим еще разок Кейв-двейлер хотят видеть ковер или деревянный паркет. Или любое другое покрытие пола. Это сделает комнату намного красивее. Но увы. Тут походу все равно вот тут они будут получать еще. Потому что тут не стелится паркет. Не стелится на этих клетках. Да, кейв-двейлер минус 5 здесь отхватывает. Пневмония у Катины. Катина, ты шапку уже одела? Какая пневмония? Ты что? Легкая пневмония. Вот она какая. Пневмония может распространиться. Есть одна проблема. У нас нет антибиотиков. Есть еще проблема. В том, что я без понятия где взять антибиотики. Может быть, эти растения. Может быть, где-то грибы. У нас антибиотиками могли быть, если я не ошибаюсь. Только мы котину в шапку одели. Только у нее вот-вот уже поднялось до минус 9 сопротивления. Вот, может быть, вот эти грибы в качестве этого будут. Я даже не знаю. Ладно, побежали исследовать. Посмотрим, справимся ли мы. Это займет какое-то время. Да, тут у нас уже ночь наступает. Катина ждет лечения. И... Болезнь приостановлена. И больше не заразна. Кен у нас волшебник. Наколдовал. Я не знаю. Или бинтом ее вылечил. Или... Или как. Но... Окей. Я не против. Ну ладно. Нам, наверное, стоит отвлечься от исследований турелей. И, может быть, действительно заняться поиском антибиотиков. Антибиотиков. Через 24 часа нужно будет еще повторить лечение. Я надеюсь, Кен сможет. Сможет взять и повторить лечение. Че уж там ему. Надо, наверное, спать отправить. 12 часов. Да, к винам. Драфт-драфт. И он пойдет спать сейчас. А потом продолжим. Блин, мне кажется, что... С этого растения мы чай какой-то получаем там. Вот с тех грибов, по-моему, антибиотики. Но я могу ошибаться. Что там? Пневмония. Иммунитет выработан. Кен всех лечит. Прям я не знаю. Вот это да. Ну, кстати, к вин все-таки тоже надо ему, может быть, попробовать шапку одеть. Хотя у него 4. Но это получше, как не крутим. Дадим хотя бы шапку ему. Сразу заменим шапку. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не занимайся строительством. Иди. Осмотри. Вот это растение. Котина там ходит себе, деревья рубит. Ей по кайфу. Нам, может быть, еще производство антибиотика выучить придется. О, голодает. Блин. Прям очень сильно голодает. Квин, давай. Быстро изучай и беги. Есть. Так. Можем сушить. И... Короче, это... Для курения. Это явно не лечение пневмонии им будет. Так. Ты сейчас быстренько ешь. Давай, наверное, попинай... Вот эту штуку. А, отдых. Спать ему нужно будет пойти через какое-то время. Так. Тут тебе придется побегать. Давай. Оранжевый гриб. Исследовать надо. Туда пока пробежит, уже и спать захочет. Но он хотя бы в шапке бегает. У него... До минус шести. На улице плюс один. Нормально. Нормально. Можем... Если кто-то будет бездельничать из этих дам... Приказать им здесь... Заниматься крафтом. О, мы можем всем шапки уже раздать. Да. Раз скин уже крафтит броню, значит... Шапки готовы. Давайте, наверное, сразу ему шапку цепанем. О, все. Поехали. И порвалась у него эта одежда, которая была... Жакетик хороший. Так. Эмилин семерку в готовке получила. Давайте посмотрим... Что у нас тут в... Во, антибиотики. Ха. По-моему, нам надо... Вот это изучить растение. Есть у меня какое-то такое чувство... Что вовсе не гриб. Блин, но он практически уже добил его. Отправить, может быть, его поспать. Что у нас? Минус один пока что. Давай, Квин, ты сможешь. Тебе еще буквально пару часиков... И гриб этот изучен будет. Мы точно будем знать, что с ним делать можно. Есть контакт? Глиттер кап. Эм... Глиттер кап. Нет, что у нас такое? Лечащий... Ну, да, лечение. Но не то, что нам надо лечение. Короче, да, бегим. И дальше будем изучать... Вот это растение. Так, у нас тут поближе есть. Да, вот это, наверное, ближайшее будет. Его будем изучать. И будем надеяться, что это оно. О, к нам новые пришли вредители. Едят нашу тыкву. Не то, чтобы это страшно, но... Все равно неприятно, конечно. Ладно, пусть поедят. Неприятно, наверное, больше, потому что они... Довольно живучие. У них прям что-то реально очень много здоровья. Если они втроем на нас нападут, то разве что спрятаться сюда. Да, как вариант, как вариант. Но мы, наверное, не будем сейчас отвлекаться. Пусть съедают эту тыкву. Не столь важно. Так. Что у нас тут? Давайте посмотрим. У нас куртка еще одна готова. Или не готова. А, двое, да. Мы дали дамам по куртке. Так. Сейчас квин поест. Мы жакетик на него нацепим, наверное. Действительно, так будет лучше. Чтобы наверняка... Так. И идем исследовать... Вот эту вот траву в срочном порядке. Вот это. Да, ну ладно, вот это пойдет. Срочно, срочно. И скоро будет уже... 8 интеллекта. Так и до максимума недалеко, да? До десятки. Эмилин бездельничает. Эмилин, эмилин, эмилин. Что мы можем для нее сделать? Чем ее можем занять? Тут еще можно немножко побутчерить. Можно камень пособирать. Эмм. Солома вроде бы тоже хватает. Камня уже вон три кучи у нас собралось. Ладно, отдыхай, Эмилин. А, да, я хотел же отправить ее строить. Давай. Занимайся. Еще одна. О, да, Кейп Двеллара опять словила. Может быть, теперь будет получше? И Катина бездельничает. Катина, наверное, может пойти собрать урожай чего-нибудь. Я даже не знаю. У нас не то, чтобы много места, чтобы складывать всякое барахло. Не. Ну, есть в целом. А, мы можем, кстати, вон сушилку построить. Да, мы немного кожи собрали. Да, можем. Прикольно, слушайте. Грибной у нас факел такой можно сделать будет. Крутяк. Так. Но, наверное, пока не до него. Давайте большую сушилку. Навык там какой-то есть? А ну-ка. Минимум строительства тройка. Это у нас констракшн. Короче, никто не построит. Все равно, ладно. Тогда когда-нибудь уж потом. Мы можем отправить кого-то исследовать. Да, например, ту же Катину. Ресерч. Давай. У нее все-таки есть немного интеллекта, поэтому... Давайте хотя бы так сделаем. Эмилин по-прежнему бездельничает. Конечно же. У нас тут есть камень. Относительно недалеко. Пойдем его покопаем. Так. И сейчас Катина пойдет собирать, наверное, урожай всех вот этих вот растений, если там его можно собрать. А если нет, то... То все. А, ну она... Кен, по-моему, ее и так вылечил. Нам не нужны антибиотики. Фактически. На удивление. По-моему, это вот то, что как раз нас интересует. Мы можем собрать урожай кое-где. Давайте посмотрим. Здесь тоже можно чуть-чуть. Отправим Катину. Ну да. По-скромненькому, конечно, по одному этому выходит. На довольно большое количество растений. Ах! Да? Да! Это... То самое растение, которое нам надо для производства ткани. И здесь оно все-таки немного ближе. Чем с той стороны. Тут можно только вырубить все. Ну, Квин. Он бежит спать, конечно. Погоди, погоди. Давай ты сразу курточку себе заменишь. Потому что ты пойдешь дальше. Исследовать то растение. И мы как раз к следующей весне будем готовы к серьезным посадкам. К серьезным запасам всяких разных ресурсов на все случаи жизни. Ну, конечно, с пневмонией. Вылеченной руками. Это интересно получилось. Хотя написано, что нужны, типа, антибиотики. А, у нас может быть... Кстати, я что-то не подумал совсем. Да, у нас, вот, есть... Пять штучек осталось, типа, этих... Наборов первой помощи. И там, наверное, как раз антибиотики. Возможно, так это работает. Первая помощь. Да, по идее, раны и болезни лечатся. Да, один антибиотик, один бинт. И получаем два... Вот таких вот набора. Угу. Окей, окей. Все, понятно. Разобрались, как он вылечил. И у нас есть небольшой запас, в принципе, если что. Но, по идее, мы уже... Теплая одежда обеспечили наших выживших. По большому счету. Еще одна курточка. А там уже... Да, у нас минус 12. Минус 9. Минус 5. Ну, тут минус 14. Ну, да. А надо Катине штаны, наверное, заменить. Хотя штаны у нее неплохие, между прочим. А майку мы не заменим. Но все равно, минус 9. Это пока неплохо. У нас начало зимы только, правда. Да. И пока еще не очень холодно. Посмотрим, что у нас дальше получится. Мы, в принципе, можем сделать пару свитеров. Как раз два свитера, и у нас еще 14 тканей останется. Для тех, кому будет холоднее всего. У кого простые майки. Или, может быть, что-нибудь, типа... Сделать. Типа вот таких вот рубашек. Хотя бы 4 дополнительных градуса. Но свитер... Ну, хотя 4, в принципе. Давайте посмотрим сейчас. Мы сможем сделать или 3 рубашки, или 2 свитера. С разницей в 2 градуса. Наверное, 3 рубашки мы сделаем. Давайте поставим в очередь. Вот так. И... Квин у нас... О, Квин у ботинки уже новые надо будет. Сейчас Квин поест и пойдет исследовать... ...следующую траву. Может быть, мы сможем собрать с нее урожай тоже, если нам очень сильно повезет. Кажется, все равно она тут весьма не близко. Где там она была? Вот здесь. А, нет, это ягоды. Это не она. Это зеленые ягоды. Ночью в темноте были похожими... ...на те растения, которые нам надо... Короче, мы без ткани все равно остались. Да, это тоже зеленые ягоды все. Угу. Мы без ткани остались. Как ни крути. Или психанем побежим туда. Но, в принципе, мы побежим и следуем. И что дальше? Все равно мы на протяжении зимы выучить не сможем. Эту ткань. Поэтому все равно. Абсолютно. Давайте, может быть, сделаем хотя бы немного этих... ...антибиотиков. Если получится. Это... Это... Да, для курения. Всякая ерунда. Так, ну хорошо. Тогда Квин никуда не бежит. А будет исследовать... Электронику. А после электроники как раз... ...антибиотики. 50 на 5 антибиотиков. Давайте, наверное, так вот в очередь поставим. Потом вернем турель. И доисследуем ее. Бухло. Дистилляция. Может быть, нам, кстати, дистиллятор понадобится. Что там у нас как? Правильно. Ферментация и... Здесь у нас антибиотики будут производиться. Да, 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 да. Вот антибиотики. Хорошо. Хорошо. Окей. Разобрались со всеми проблемами. Утеплились немного. Свадьба. Все дела. Жизнь у многих определенно стала лучше. Определенно. Вот. Но мы в следующей серии будем продолжать. Посмотрим, сможем ли мы благополучно пережить зиму. И сколько еще снеговиков мы за эту зиму слепим. А пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Продолжение следует.